Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Президент Западной Армении Арминак Абрамян наградил режиссера Роберта Кедикяна медалью по Гослану Бара. Члены Земляческого союза Шуши организовали демонстрацию у офиса ООН. Германия и Евросоюз должны усилить давление. Депутат Бундестага Германии коснулся перекрытия Азербайджана в Бердзорского коридора. Омбудсмен подготовил доклад о пытках армянских военнопленных. Он будет отправлен международным партнером. Знакомимся с Западной Арменией. Шаруш. Ремесла Западной Армении. Производство шелка. Поддержим телевидение Западной Армении. Телеканал Вестерн Армения ТВ коснулся мероприятия, организованное Робертом Флоресом, на котором президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян был приглашен в качестве спикера представить Западную Армению. Президент Абрамян в своем выступлении в частности отметил. Западная Армения – это та Армения, где был осуществлен геноцид армян. Мы не говорим геноцид армян. Геноцид как преступление был не армянским, а турецким. Поэтому говорим геноцид, совершенный против армян. Геноцид против армян – это преступление против человечества, совершенное Турцией. Я, господин Гедикян, господин Мисак Манушиан – потомки переживших геноцид. Мы несем это свидетельство, историю и наследие. Таким образом, господин Гедикян привносит подлинность этого наследия в настоящее время. Арменак Абрамян высоко оценил работу известного режиссера, в конце встречи вручив господину Гедикяну брозовую медаль имени Погоса Нубара. Члены Земляческого союза Шуши организовали демонстрацию у офиса ООН в Армении с целью открыть бедзорскую магистраль, связывающую Арсах с регионом Гориц, закрытую группой азербайджанцев по экологическим причинам. Одна из членов Земляческого союза Шуши Аида Аванесян сообщила, что член ее семьи в настоящее время находится в блокаде в Арсахе. Она не имеет возможности вернуться к себе на родину из-за преступной и геноцидальной политики Азербайджана. Участники акции, выражая свой справедливый протест против происходящих событий, призвали ООН совместно подпринять шаги по восстановлению движения на бедзорской трассе. Депутат от партии «Свободные демократы» Бундестага Германии, председатель германо-армянского форума Тиль Мансман в своем микроблоке Твиттер коснулся ситуации о бедзорском коридоре. Как сообщает Армен Пресс, депутат написал, что использование активистами-экологами в качестве предлога для нарушения прав человека является чистым цинизмом. Прекращение поставок энергии и продуктов питания тысячи людей посреди зимы означает использование газа и продуктов питания в качестве оружия. Германия и Евросоюз должны усилить давление, написал Тиль Мансман. Представители защитника прав человека Республики Армения провели частные беседы со всеми 17-ми армянскими военнопленными, взятыми в плен и репортированными в результате военной агрессии, развязанной Азербайджаном 13 сентября. В ходе личных бесед аппарат омбудсмена выявил данные о пытках и жестоком обращении с армянскими военнослужащими. В ответ на запрос Армен Пресс об этом сообщила защитник прав человека Кристина Григориан. На основе вышеуказанной информации и фактов омбудсмена составила статью «Жестокое обращение и пытки в отношении армянских пленных как проявление армянофобской политики в неочередной непубличный доклад, который будет направлен аккредитованным в Армении послам, компетентным международным организациям и должностным лицам, а также другим международным деятелям». Западная Армения на различных международных площадках представляет аналогичные случаи пыток, которые были собраны как во время Арцахской войны 2020 года, так и во время войны в сентябре, которые сопровождались жуткими пограничными сценами. Губерния Шарур образовалась в 1849 году, отделившись от губернии на Хедживана. В 1875 году поля Шарура вместе с Вайотзор составляла провинцию Шарур-Даралагязи. Ранее входил в состав на Хедживанского ханства, затем в состав на Хедживанской губернии. В 1918-1920 годах вступил в Первую республику Армения, а уже с 1920 года делил между Советской Арменией и Нахедживанской АССР. Армяне проживали в основном в горных районах Даралагяза. На Шарурских полях насчитывалось семь армянских сел. Со стороны турецких барваров коренное армянское население Шарура подверглось геноциду, в результате которого было убито 70-80% населения. 16 марта 1921 года территория по российско-турецкому договору была передана преступнику в качестве награды. В 1918-1920 годах грязня продолжилась. Вот что пишет публицист Микаэл Тер-Авакян в газете «Жоуурт». В 1920 году выпуски от 20 октября. Армян Шарура собирают в селе Парчи. Там турки раздевают армян и священников, нагретыми шпажками наносят на тело крест. Ребенка вынимают из утробы матери, предлагая отцу съесть плоть. Около 700 шарурцев водят и бросают в реку Яраз села Алишар. Из 6400 армян едва ли 300-350 человек сумели сбежать. В настоящее время армянские села Шарура разрушены и превращены в пепел. С древних времен шелковые ткани были одним из самых уважаемых предметов международной торговли «Шелковый путь», по которым велась торговля шелковой продукцией между Востоком и Западом. Была сформирована еще во II веке до н.э. и действовала до XVI века. В Западной Армении производство шелка достигло значительного развития. В X-XIII веках армянские и арабские авторы упоминают шелковые ткани, производимые в Армении, в частности, в Двине. Из раскопок Ваны до нас дошли образцы шелковых тканей того периода. Термин «ткачек» в смысле шелкопряда употребил Анания Широкати, а автор XI века Григорий Магистрос считает шелкографию к отдельным ремеслам. Встречаются также в обреше опресумские диалектные формы. Шелковая ткань и шелковые тонкие нити, изготовленные в Армении, имели красивый блеск, были мягкими, прочными и хорошо окрашивались. Особенно известны окрашенные в красный цвет армянские шелковые абрикосы и парчи. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей и настоящими будущей нашей страны, информирует о политических и общественных событиях правительства, а также дает всем вам возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь правительства с членом Национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя ее соответствующей процедуре. Напомним, что в Вестер Армении ТВ не занимается самореклама, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. До сегодня всем мира и добра! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА